Мы направляемся в Солонг, это датская столица, датская столица в Америке, так называют Солонг Вилледж, Danish Capital of United States. Итак, немножечко истории. В 1911 году трое мигрантов из Дании купили 10 тысяч акров земли здесь, здесь в Солонге, в долине Санта Инесс. Но тогда Солонга еще не было. Вот, видите, написано Solvang United States.com, датские традиции. В 1912 году провели воду и начали создавать фермы. Так как земля здесь очень плодородная, то создать фермы было мечтой многих и многих девелоперов. Вот в это время началось строительство Атердак. Колочь, к сожалению, колочь до наших дней не сохранился, но сохранилась деревня Атердак. В этой деревне находится один комплекс для пожилых, несколько магазинчиков и несколько коттеджей, такой маленький старинный поселок. В 1929 году здесь построили Литуранскую церковь, первую Литуранскую датскую церковь на территории Соединенных Штатов. Ну и начиная с 1930 года начали строить дома в датском стиле. Вот как раз отличное время, то здесь приехать в солнык как раз на Рождество. Кстати, вы знаете, что датские ройалти, королевские, датские королевские чины посетили эту деревню трижды в 1939, 1960 и 1976 годах. И что примечательно, в 1947 году в городе вышла первая газета. То есть, когда город имеет свою газету, это вообще о многом говорит. И хотя газета называлась Saturday Evening Post и выходила она только по субботам, но тем не менее, когда в городе своя газета, значит, это не просто так. Ну и, конечно, добавив еще два слова, не могу не сказать, что в 2011 году был отпразднован 100-летний юбилей городка Солванг. И стало быть, в следующем году мы отпразднуем 123 года. Сегодня у многих людей еще выходной. Обычно, конечно, в Солванге народу не так много. Но вот выходные, видите, сколько народу. Вот, видите, дома все традиционные в датском стиле. Вообще сюда я как-то не нашла любимый ресторан, где можно поесть. А вот пекарня здесь очень вкусно пекут. Ну, разумеется, денниши всякие, ватрушки, плюшки и прочее. А кофе, а вот таких именно местечек здесь полно. Самое главное сейчас здесь найти паркинг. И здесь тоже, кстати, wine tasting. Но мы сейчас приехали from Battenwood winery, напробовались вина. Так что больше просто нельзя. That's the first time. Oh, it's Mortensen Bakery, я думаю. По-моему, вот это вот Danish Bakery. Yes. Друзья, вот сюда. Mortensen's Danish Bakery. Вам сюда. Сейчас мы найдем парковку. Туда мы и направимся. Легко сказать, но нелегко найти. Yeah. The age first. Павлов Art Gallery. I want to check that. Если вы приедете летом сюда, летом здесь никого нет. А мы с собой привезли ланч и как раз пообедали там на винодельне. Потому что попасть куда-то поесть, это, конечно, столпотворение. Yeah, it's good. We had a lunch, baby. Вообще, в этом городке, вы знаете, даже летом приезжаешь, рождественские магазины открыты и до сих пор наряжены елки. В этом городке любят Рождество и Новый год. Копенгагенхаус. Кто-то уезжает. Сейчас месечко займется, да. Вообще, если, ребята, вы приезжаете в такой busy day, holiday, приезжайте, привозите свою какую-то еду, потому что вы простоите 2 часа в очереди за куском пиццы, которая вам, в конце концов, не понравится. Лучше поезжайте на винодельческое хозяйство, возьмите бокал вина и отлично там пообедаете. Точно. Мы спаркуемся следующее. Продолжение следует...